Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Сегодня мы хотим начать с истории Майка, безголового цыпленка. Звучит невероятно, но это реальная история, которая заставляет задуматься. Дело было так. Одним осенним днем 1945 года фермер из Колорадо по имени Ллойд Олсен пошел на скотный двор. Его жена захотела цыпленка на ужин, так вот Олсен поймал пятимесячного цыпленка по имени Майк и затем отрубил ему голову. Но случилось нечто странное. Майк не умер. Он прожил еще полтора года. Достаточно долго, чтобы стать звездой передвижного шоу, пока в конечном итоге бедняга не задохнулся в комнате мотеля Феникси. Такая история. Но вопрос в том, как Майк смог прожить 18 месяцев без головы. Ученые выдвинули ряд объяснений, однако на самом деле все просто. Майк попросту не понял, что его убили. Так что продолжал жить. Он был слишком тупым, чтобы умереть. Что-то похожее произошло с расследованием русского заговора. Два года нам говорили о некоем тайном сговоре с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. В истории много неясных деталей. Позвали независимого советника, провели ряд расследований в Конгрессе с целью выяснить, что же случилось. Затем демократы сделали важное открытие. Они нашли идеального свидетеля, единственного, кто мог знать наверняка о вмешательстве России в предвыборную кампанию. Майкла Коэна. Майкл Коэн 10 лет был личным юристом Дональда Трампа. Его общение с президентом должно было носить привилегированный, конфиденциальный характер. Так что Трамп мог свободно говорить с ним обо всем и обо всех. Если и был человек, который из первых рук мог узнать подробности о русском заговоре, так это Майкл Коэн. И кто был бы счастлив рассказать обо всех деталях заговора в Конгрессе? Опять же Майкл Коэн. Коэн ненавидит Трампа. Он продолжает неистово повторять это. Итак, демократы привели Коэна к присяге на Капитолийском холме и спросили его о русском заговоре. Вот что было дальше. Основываясь на том, что вы знаете, мог ли мистер Трамп солгать или солгал ли он относительно сговора с Россией в ходе своей предвыборной кампании. Как я уже заявлял в своих показаниях, я бы не использовал слово «сговор». Вот так. Майкл Коэн говорит, что сговора с Россией не было. Это последнее слово. Спустя два года самое надуманное в истории Америки дело о шпионаже внезапно закрыто. Теория русского заговора мертва. Ей отрубили голову в прямом эфире. Но вот неожиданность. Похоже, никто в Вашингтоне этого не заметил. Они так и не поняли, что случилось. Прямо как Майк безголовый цыпленок, они все еще бегают, натыкаясь на что попало. Они до сих пор рассылают повестки. Вчера судебный комитет разослал 81 повестку физическим лицам, организациям и правительственным агентствам, у которых может быть информация, компрометирующая Дональда Трампа. Информация, которой по каким-то непонятным причинам не располагал его личный юрист. Видимо, это супер-пупер секретная информация. Если все это напоминает легкое помешательство, приготовьтесь. Вчера от CNN мы узнали. Это только начало. Помимо списка из 81 лица, ожидаете ли вы, что будет еще больше имен? Да, в короткие сроки появятся новые имена. Будут сделаны дополнительные запросы документов. Новые имена. Новые запросы документов. Всю политику демократов можно подытожить этими двумя фразами. Больше повесток! Голосуйте за нас! Мы все расследуем! В какой-то момент можно легко запутаться во всех этих расследованиях. Вы помните? Поройтесь у себя в памяти. На прошлой неделе это был русский заговор. Путин подрывал нашу демократию. НЕВИДИМЫЕ ДИВЕРСАНТЫ! На этой неделе не менее серьезно. Препятствие правосудию. Вы прямо сказали, что президент препятствовал правосудию. Но вчера... Несомненно, есть много доказательств этому. Но именно этот вопрос мы должны изучить. Хорошо, значит, сейчас вы уже не так уверены. Лично я уверен, но мы должны изучить этот вопрос. Я спрашиваю, потому что если он препятствовал правосудию, то это преступление, это импичмент. Факта преступления достаточно для импичмента? Зависит от преступления, в нашем случае вполне. Ага, ясно. Так что они пытаются нам сказать? Вы сами видите, грядет импичмент, конечно, это так. Лидеры демократов заверяют нас, что у них нет таких планов, но они лгут. Их избиратели требуют импичмента, так что у них просто нет выбора. В некотором смысле процедура импичмента будет обновленной версией закрытого процесса, который мы наблюдаем. Разведчики-невидимки не будут ни за кем следить. Федеральные агенты не будут никого будить посреди ночи под дулом автомата. Импичмент — это публичный и довольно прозрачный процесс. Мы можем смотреть его по телевизору, мы можем сами решить, что нам думать о Джерри Надлере и его друзьях. Что ж, удачи демократам. Но сделайте три шага назад. Какую цену платят все остальные граждане нашей страны? Это с трудом поддается оценке, но вот утренняя газета в своей статье дает некоторый намек. Вот он. В 2017 году общий показатель смертности от алкоголя, наркотиков и самоубийств в нашей стране достиг наибольшего значения за всю историю. Наибольшего с тех пор, как ведется эта статистика. Но вы в курсе, если живете здесь. Если вам еще не доводилось хоронить алкоголика, наркомана или суицидника, считайте, что вам повезло, потому что они повсюду. Странно то, что никто никогда не говорит об этом на телевидении. Как будто этого вовсе нет. Может, потому что в их мире такого нет? Там все отлично, там все живут благополучно, безопасно и счастливо, и они хотят, чтобы так было и дальше. Они негодуют от любых напоминаний, что за пределами прибрежных городов Америка сама себя убивает. Это означает, что народ, построивший страну, умирает. Люди, ответственные за нашу страну, предпочитают это игнорировать. По неволе задумываешься, как долго это продлится. Это слишком легкомысленно, слишком бесчестно. Они продолжают говорить нам, что единственная проблема Трамп! Они знают, что это не так. Они просто не хотят говорить до конца о том, к чему сами причастны. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ